Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые радиослушатели! Интернет-портал Радиоцентр Сангейс начинает свою программу. Сегодня среда. Время в городе Чикаго 12 часов, время в городе Москве, 8 часов вечера. И у нас на связи Таролог с почти 25-летним стажем Сергей Савченко, руководитель школы Таро. Да, Сергей, добрый день, рад приветствовать вас в нашем эфире. У нас был небольшой перерывчик, но сейчас все в порядке. И с новыми силами мы сейчас поговорим о глобальных вещах вообще-то. А то как-то арканы там, ну, старшая, младшая, там, не знаю. Да, это все просто. Я думаю, глобальная вещь это Эверест. Ну и к этому мы подойдем. Но, да, но дело в том, что кто-то же этим процессом все руководит. Вот. И сегодня давайте мы поговорим о самом руководителе этого процесса, о самом Тарологе. Вот подтекст психология Таролога, его намерение, для чего вообще нужна это, нужен сам Тарологе, нужна эта наука, и как вы себя видите, как вот занимаетесь и занимаетесь. Ну вот психология в большей части, вот меня бы так интересовало. Это очень интересная тема, на самом деле. Вопрос, что делает Таролог в процессе сеанса своей работы, это вопрос, на котором уже сломано множество копий, и люди уже разругались, и оплевали друг другу мониторы, и разбили по несколько клавиатур в этих спорах. Есть несколько подходов к этому делу. Я придерживаюсь такого, что Таролог, все, что делает Таролог, он читает карты. Он не подменяет собой психолога, он не подменяет собой исповедника, полицейского, который дает оценку действиям людей. Он не советник, который дает советы направо-налево, особенно когда его не просят. Ну, это вообще нормальное человеческое свойство, да, давать советы. Не надо... Так мы все из страны советов. Да, рассказывать, как жить лучше, помогите материально. Таролог, все, что он делает, он читает карты. И это сильно отличает от психолога. Я не должен щадить чувства ваши. Я могу это делать, да, я могу это делать, но на самом деле я совсем не должен это делать. Если я вижу там какие-то ужасные карты, я буду говорить, все, все плохо. Если я вижу чудесные карты, я не просто буду говорить, я должен это говорить, да, я буду говорить, что да, все хорошо, все нормально. Нет никакой проблемы. Но мы же люди. Я же не могу быть машиной просто, которая произносит какие-то предсказания. Не возникают отношения к вам, не возникает симпатия, антипатию, не возникают какие-то мысли по вашему поводу. Я не хочу сказать вам плохую мылость, так что вы с разбегу выпрыгнули в окно с 15 этажа, не дай бог упали на мою машину, потому что окно потом вставляю, машину ремонтирую. Ну, зачем это все надо, да. Лучше так сказать, чтобы он ушел, но еще потом пришел еще раз. И что же ему сейчас надо, если наговорю, так все это печально останется. То есть, здесь есть масса нюансов. В некотором роде эта работа похожа на работу психотерапевта. Да, тут сложно сказать. Психолога или психотерапевта. Вот на что они похожи? На психиатра. Я не ставлю диагноз и не выписываю пилюли. Вот это здесь есть расхождение. Ну, психиатры лечат от психических заболеваний у людей. Может, их вообще не надо лечить, но это вопрос. То, что вам не поставлен диагноз, это не ваша заслуга, а наша недоработка. Здоровых нет, есть недообследованные товарищи. Правильно. Особенно сейчас. Ну, особенно сейчас. Всех лечить. Да, и сейчас возникает новое направление, буквально в это время формируется, так называемая помогающая психология или помогающая Таро. Даже не знаю, как его назвать. Когда психологи начинают использовать Таро. На мой взгляд, это не самая хорошая идея, ни для психологии, ни для Таро. Потому что Таро начинает модифицироваться, но уже перестает быть Таро и становится чем-то другим. Может быть, оно и неплохо будет. Может быть. Я не очень в этом уверен. Использование Таро для установления диагноза. Вот есть такое, есть такое. Значит, мы берем, раскладываем врач. Я не знаю, как они делают. Нет, я просто предполагаю, врач-хирург, может себе представить, говорить, больному сейчас подождите. Да, я могу. Выходит, не, выходит. Или звонит Сергею Савчину, как к примеру, да. Сергей, ну, раскинь какая-то карта-то. Аппендицит или воспаление легких? Нет, ну, кстати, ну, а почему нет? В конце концов, можно же консультироваться, я так полагаю. Ну, почему нет? Но только этого он, естественно, делать не будет, поскольку он первым делом покажет свою профнепригодность. Нет, бывают сложные случаи, когда совершенно непонятные, когда уже разумом ты не можешь найти никакое решение. И в том числе и по поводу заболевания. То есть, совершенно не понимаешь ни что лечить, ни как лечить. Даже с техникой, казалось бы, уже автомобиль тот же. Бывает, там человек открыл капот, посмотрел, у вас там третий цилиндр стучит. Ну, понятно. А бывает, что все уже облазили, все разобрали, перебрали, а все равно не понимаешь, почему оно не работает. Бывают всякие разные ситуации. Но вот этот момент есть. Да, и мы работаем с людьми. К нам приходят люди, к нам приходят очень разные люди, здоровые и больные, и психически неравновешенные, и люди-партизаны, я их особенно обожаю. Он пришел, прищепку на губы сверху, и сидит. Рассказывайте мне. Как рыба в лед. Ну, да, мне напоминает это, когда у меня есть знакомая, у нее врач, компьютерная диагностика, которая помогает ставить диагноз. Ну, нет у меня госпиталя сегодня, да? Я врач просто. Ну, вот у меня есть моя программа, и мой компьютер. И вот приходит, так сказать, пациент, правильно? Она в доктор. Но это совсем другая система. И говорит, ну, все, там датчики, все там обследуют. И вот он сидит, этот пациент, как партизан, действительно, на допросе. И молчит. Она спрашивает, что у вас болит? Нет, это вы мне скажите. А вы сами даже мне скажите, что это. Да, да, да. Вот вы мне скажите. Олова. Олова. В каком смысле? Ну, вы идиот просто. Да. А ты приходишь к доктору, ты что, ждешь, когда доктор тебя обследует? Ты же приходишь и говоришь, что у тебя болит. А как по-другому может быть? А сейчас, а здесь что, почему? Почему разница должна быть здесь, интересно? Вот это странно, конечно. Я не знаю. Ты приходишь решать свою проблему, и ты приданешь мне угадать, в чем твоя проблема. Твоя проблема в том, что у тебя не все в порядке золотой. Для меня это очевидно. То есть, если ты сам не заинтересован в решении своей проблемы, если ты сам, я буду молчать. Вы мне скажите, зачем я пришел. Я не знаю. Ты пришел полоскать мне мозги. Больше я не вижу ни единого повода, чтобы ты ко мне пришел. Должен быть прескурат. Заполоскание мозгов. Я сразу умножаю на четыре. Просто сразу. Правильно. То есть, вы сразу определяете. Верно. Есть люди, которые приходят, они не хотят решать свою проблему, не хотят поговорить, их никто не хочет слушать. Они там что-то сидят, рассказывают. Самые разные приходят вообще. Вот у нас, кстати, скоро будет курс такой. Мы вместе с психологом Аура и Скопичевой сделали курс. Называется «Основа психологического консультирования для таролога». Он небольшой. Да. Вот какие-то там моменты, которые следует учитывать. Именно при консультировании, когда к тебе приходят люди. Как с ними работать? Зачем они приходят? Что можно с ними делать? Чего нельзя с ними делать? Как с ними говорить? Как подстраиваться? Ну, далеко не все тарологи же имеют психологическое образование, психологическую подотоку. Вообще интересная работа в плане того, что ты столько людей полидаешь. Мне иногда ощущение бывает, что я лифтер. Вот реально, что я лифтер. Причем мой лифт ездит не только вот так вертикально, но еще и горизонтально по этажам. Вот приходят врачи, там какая-то серия врачей идет. Потом банкиры, потом менты, потом бандиты, потом еще там кто-нибудь. Потом с рынка народ. И приходят и рассказывают всякие свои проблемы, и профессиональные, и личные. И разницы, вот просто понимаешь, разницы никакой между людьми нет. Никакой. У всех все одно и то же. Любит он меня, не любит. Обманет меня, партнер не обманет. Получится у меня бизнес, не получится. Получится у меня отжать квартиру негодяя, не получится. Или отожмет у меня негодяя квартиру, не отожмет. Одно и то же. Ну, исключения есть? Есть. Экзотика? Нет. Ну, какие-то, скажем, высшие материи. Это как? Ну, если... Что первично, материя или сознание, например? Вот вы берете, раскладываете карты и говорите. Нет, меня не интересует ваше мнение личное. Да. Вот, да, вы берете карты и раскладываете. Хорошо вопрос вообще, что первично. Что первично, материя или сознание? Вот никто не может дать этот ответ. Я вас умоляю. Сейчас, ну, вот об этом я и говорю. 5 минут. 22, 10, 16, 6, 20. Материя. Материя первичная. Конечно. Да. Теперь следующий вопрос. Всегда так было? Конечно. Это ваше мнение? Ну, я опираюсь на свое понимание карт. Вот в этом раскладе, да. То есть, сперва возникает материя, потом материя приобретает сознание. Не сперва появляется сознание, неизвестно где, неизвестно как, а потом оно облекается материей. То есть, получается, что те люди, которые приходят, дико подавляющее большинство людей, которых интересуют... Товарищ Маркс, товарищ Маркс, вместе с товарищем мы давным-давно сказали. Бытие определяет сознание. То есть, материальный аспект бытия определяет то, как ты думаешь, а не наоборот. Ну, Маркс, да, это действительно были друзья-товарищи. Они сказали, да, Ленин там еще добавил, вставил себя там из Тиберих трое, там было в какой-то момент их было, так и так далее. Но, действительно, что не приходят к вам люди, которых интересует не только материальная составляющая своего существования, скажем так. Знаете, есть люди приходят с вопросом, которые я не знаю вообще, что им сказать и как им ответить. Вот в чем мое предназначение? А вот вопрос. Я сразу вспоминаю анекдот. Ты помнишь, ехал в поезде Москва-Сургут? Помню. Помнишь, тебя просили соль передать? Помню. Вот. Понятно. Нет, ну, дело в том, что, скажем, на Востоке, там есть такое понятие, да, свое предназначение, там даже есть определенное слово на санскрите. А можно я поменяю? Можно я поменю? Можно я возьму второй билет? Вы знаете, буквально несколько дней, у нас, кстати, прошло событие, которое мы тогда вам задавали вопрос, буквально вот в прошлые выходные, прошло вот это мероприятие. Ну, ничего сверх такого выдающегося, но оно было лучше, чем оно было до того. В общем-то, все правильно, как раз вы и сказали. Нет такого, чтобы там было ох-бах, а было действительно, было нормально, да. И людей было достаточно, и, в общем-то, приток оправдания, так скажем, того, чего было потрачено. Он оправдался, да, и что-то даже еще осталось, что, в общем-то, хорошо. Но вот даже ко мне приходили люди, поскольку я не предполагал, что я там буду консультировать, но так получилось. И вот приходили люди, и они спрашивали свое предназначение, исходя, это я просто, исходя из нумерологии, поэтому на Востоке, в принципе, есть такое понятие. Ну, приходит человек, вот, к примеру, женщина пришла. Она работает в корпоративном мире, в Соединенных Штатах, и получает очень неплохую зарплату. И она говорит, и муж получает неплохую зарплату, и мы беседуем, беседуем, беседуем. Вначале вот, вначале вы скажите обо мне, а потом я скажу. Ну, вот, как ни странно, но получалось таки, я говорил, и там все получалось именно таким образом. И вот она говорит, вы знаете, у меня такое чувство, что я не тем занимаюсь. Вы не могли бы сказать, может быть, я спрашиваю, а что вас интересует тогда в таком случае? Исходя из вашей, так скажем, психологической матрицы, я могу сказать, вот это, вот это, вот этого не надо. Как вы считаете? Но, тем не менее, может ли карты, могут ли карты Таро дать вопрос, или надо, скажем, обозначить какие-то направления, в которых человек может работать? Понимаете, Михаил, в чем проблема? Вопрос, зачем ты работаешь? Вопрос, зачем ты работаешь, я понимаю, к чему вы, наверное, клоните. Вопрос, да, то ли ты работаешь за моральное удовлетворение, то ли ты работаешь за получение денег, да. Да, то ли я работаю, чтобы оправдать свое существование перед родителями, то ли я работаю, потому что я нашел себе работу, где я могу лежать и читать книжки, мне еще там какие-то копеечки прикладывают. И вот что ты хочешь просто, для чего ты это делаешь, какую задачу ты решаешь? Вот человек, смотрите, есть такой параметр, как творчество, творчество, а есть параметры, которые человек, ну, рутинная работа, будем так говорить. И вот я могу определить по дате рождения, как человек больше, к чему он склонен, то ли к рутинной работе, то ли к творческому. Вот если он склонен к творческому направлению, а работает, будем говорить, тапером, тогда это не его составляющая, и тогда ему надо было бы, наверное, менять, если он готов на это, конечно. И вот человек... Да, это тоже важный момент, если он готов, а если не готов... А если готов, тогда можно ли определить с помощью карт, чем ему можно было бы заниматься? Вообще никакой проблемы нет. Можно, да? Конечно, это просто серия последовательных вопросов. Я хочу заниматься вот этим. Я хочу заниматься этим сейчас, благоприятно или нет. Я хочу заниматься вот этим заниматься. Благоприятно это для меня или нет. А какую цель ты ставишь? Я хочу прославиться. Прославиться у тебя не получится. Я хочу заработать денег. Денег ты заработаешь. Я хочу найти удовольствие. Удовольствие ты не найдешь, потому что удовольствие, оно не снаружи, а внутри. То есть, если тебе не нравится то, чем я занимаюсь, ну все, я нашел свое удовольствие. Но я же сознательно могу это сделать. Я же сознательно могу простроить систему получения удовольствия. Мне не нравится, что я делаю, но я когда вечером пересчитываю сумму денег, мне кажется, безумно нравится эта сумма денег. Вот все. То есть, мне есть удовольствие от моей работы или нет? Вот простой вопрос, да? Да, у кого-то есть удовольствие просто пересчитывать и радоваться о том, что... Нет, когда ты свое пересчитываешь, когда все живое... Да, так вот, если ты работаешь бухгалтером в какой-то фирме, бухгалтером, то ты пересчитываешь не свои деньги, ты пересчитываешь деньги работодателя своего. И вот это не всем нравится. Тем более, что нету показаний. Ну, научиться можно чему угодно. Обезьяну можно научить, как бы, теоретически. Совершенно верно. Печатать на машинке. Я начинаю это делать. Мне так нравится. Вот, все там первое. У меня начало получаться все. Прошу три года. Рутина просто одно и то же. Вот тоже интересный вопрос. Моя работа с картами – это творческая работа или нет? Если вы спрашиваете у меня, я могу сказать свое мнение не относительно вы и карты, а относительно Таро и Таролога. Моя точка зрения – очень и очень творческая работа. Это рутина, Михаил. А для меня творческая. Потому что вы только начали с этим работать. А когда к вам через пять лет будут приходить те же самые люди с теми же самыми вопросами, и вы будете уже сидеть вот так вот, потому что вы уже знаете эту историю, вы знаете, с чем они пришли. И с чем они уйдут. И через сколько они придут снова с тем же самым. И вы думаете, чем я занимаюсь? Что я вообще делаю в этой жизни? И зачем мне это все? Надо услышивать это все. У меня лабудок. Так может быть, тогда и не надо заниматься? Здесь вопрос, что у нас с вами есть чудесная карта. Да? Мы же с вами говорим о картах. Ну да. Сейчас я ее попробую найти быстро. Ну, правда, конечно, в моей колоде она не так очевидна, как в колоде Уэйта. Ну да. Там она замаскирована. Да, вот оно. Колесо фортуны. Колесо фортуны. Да? Колесо вращается. Да. Колесо не стоит на месте. Колесо нашей жизни, оно просто не останавливается. В какой-то момент оно идет вверх, в какой-то момент оно идет вниз. Вот вы приезжаете в новую страну, да. Вам все интересно в этой стране. Вы туда, сюда, на экскурсиях. Эту еду попробовать все. Это был первый раз. А теперь вы не живете. Вы уже прожили в ней 10 лет, да. Вам уже все знакомо. Уже все это попробовали. Сидите, думаете. Ну, что тут? Надо в другую страну уже. Да. Уже надо куда-то ехать. Не надоело. Я тут все знаю. Не интересно. Не просто не интересно. Не то, что не интересно. А уже нет этой новизны. Нет этого. И вот для меня было в свое время откровением узнать о том, что работа делится на проектные и процессные части. Да. Вот проект. Я создаю новый курс. Я никогда его не делал. Я такой курс, в таком формате, в таком режиме. В таком всяком этом самом. Я сижу там, придумываю. А если вот так? А если вот так? А если такую задачу там придумать? А если вот так его провести? Это творческая часть, да. А теперь представьте, я этот курс провел. Раз, второй, третий, пятый, десятый. И вот в течение трех лет я провожу 15 раз этот курс. Это не то, что процессная часть. Это уже рутинная часть. Я уже все слова знаю. И мне уже не интересно. И на весна проходит в любом деле. На весна проходит в любом деле, чем бы ты ни занимался. Две-три тысячи часов работы и 95% стандартных ситуаций ты уже отработаешь за это время. Ну, вы знаете, Сергей, вы правы в этом плане. Но есть еще часть, которая лично мне говорит о том, что вы все-таки творческий и ищущий человек. Вы создаете что-то новое. Вы тем не менее что-то выходите, выкапываете нового. Потому что я переключаюсь. Я переключаюсь. Я в рамках вот этого большого отрыва я нахожу новую область, которую я ранее не исследовал. Так это же и есть творчество? Да, это и есть творчество. Но я понимаю, что я делаю. Я понимаю, что меня заставляют эти делом. Я понимаю, почему я перестал гадать и сосредоточился на преподавании. Потому что я устал от гадания. Потому что я устал заниматься. Потому что это реально превратилось в рутину. Вот какое-то время я делал эти курсы. Сейчас производство курсов тоже по-своему превращается в рутину. То есть это уже отработанная технология. Я сейчас ищу новые идеи. Да, я нашел некоторые новые идеи. А я сейчас над ними работаю. То есть в чем проявляется мое личное творчество, как я понимаю? В том, что я все время нахожу для себя удовольствие в том, что я делаю. Если мне перестало нравиться то, что я делал раньше, то, как я это делал, то, что я это делал. Я нахожу новую форму. Либо я начинаю делать то же самое по-другому. Либо я просто переключаюсь на другую работу. На другое действие. Все. Оно остается в рамках Таро. Я нашел новую форму. Я вам сейчас скажу, на чем я работаю в последнее время. Мне очень заинтересовала идея соединить в одном процессе гадания не только колоду Таро, но еще и подключить к ней оракулы. Таро и рядом руны. Таро и Идзин. Несколько колод Таро. Таро там и... Вот есть такая друидская колода. Таро друидов. Друид крафт. И к ней, ну буквально, как будто в пару сделаны еще друидские деревья, друидские животные. Вот я хочу попробовать. А если это совместить? Будет это работать или нет? А если это будет работать, можно из этого сделать методику, технологию, которую можно других обучить? Или нельзя, или это ерунда, или это чихня будет на постном масле. Да, это интересная творческая задача. Ну, для меня интересная, по крайней мере, сейчас. Ну, понятно. То есть, психология, вот то, с чего мы начали, психология, торолога, это штука очень относительная, правильно? Таролог должен ли быть психологом, когда он общается с человеком? Получается, нет, не должен быть психологом. Если он психолог, тогда он должен сказать, выбрать своему ответа. Знаете, вот тоже хитрый момент. Вот что значит быть психологом или не быть психологом? Я должен понимать определенные психические процессы, как они проходят внутри вас и внутри меня. Даже в самом элементарном виде. Для того, чтобы устранить свое влияние. Допустим, предположим, я яростный поклонник семьи. Или я такой же яростный противник этой семьи. Я ненавижу там эти все семьи, все это ерунда. Или я отчаял фри, да? То есть, никаких детей, нахрен эти дети не нужны. Вы ко мне приходите, у вас проблемы в отношениях. Вы говорите, вот, вот, мне удастся ли мне там сохранить отношения с моей супругой? А я ненавижу семью. Я говорю, какая семья? Что ты несешь? Выгоняй ее, уходи сам. И я не понимаю, что это не карты говорят, а что это я говорю. А если я это понимаю, если я это отследил внутри себя, я это отодвинул в сторону. Ну, насколько смог. И я уже говорю не от себя, а не со своей вот этой личной позиции. Я говорю с позиции карт. И это, кстати, очень тяжелый кусок работы. Найти вот эти... Сделать список своих собственных тараканов. И научиться учитывать их в таро. Видеть вот эти слепые пятна, на которые ты не обращаешь внимания в повседневной жизни. То есть, это не то, что ты обязан быть психологом. Но знать это очень полезно. Хотя бы для того, чтобы построить общение с человеком. Чтобы иметь возможность ему объяснить и убедиться, что он тебя понял. То есть, буквально то, что называется, говорить на его языке. Но это же надо научиться слушать. Вы, наверное, хорошо знаете, что очень мало есть людей, которые умеют слушать других людей. Но много больше есть людей, которые готовы говорить. И вот и безострелешь. Это правда. Вы знаете, Дейл Корнеги в свое время описывал эту ситуацию. И он как раз говорил о том, что надо уметь слушать своего собеседника. И он приводил пример. Как-то в одной из бесед с своим... Ну, кто-то к нему пришел. Он после беседы, тот его так благодарил, так благодарил. И везде написал, какой он великолепный собеседник. Но Дейл Корнеги практически всю эту беседу он молчал. А тот говорил, говорил, говорил. Он ему не мешал говорить. И это действительно искусство. На самом деле слушать другого человека. Это искусство. Сегодня это искусство. Это должно, потому что мы должны слушать. Но мы не слышим друг друга. Мы даже если слушать и слышать, это разные вещи. Совершенно верно. И вот это большая часть работы Теронга. Вы приходите ко мне, я должен вас выслушать. Я должен услышать, что же вы хотите мне сказать. Причем это же как матрешка многослойная. Вот верхняя, то, что вы там произнесли. Беки-меки какие-то там мы сказали. И вот то нижнее ядро, третий, пятый, седьмой слой какой-то. Который действительно у вас болит. Который действительно у вас заставляет что-то произносить, говорить и переживать. И я должен это понять. А если я этого не пойму, моя работа будет поверхностная. Халтура. Ой, у меня интересное гадание было. Я вспомнил, знаете. Дама приходит и говорит, я постоянно простужаюсь. В чем проблема? Я раскладываю карты. Ключевая карта, девятнадцатая карта, солнце. Говорит, у вас дома холодно? Она говорит, ну вообще да. Вот самый простой, да? Купи обогреватель, купи теплое, дедяно. Все. Никакой проблемы нет. Но у этой карты есть еще одно значение. Тепло не только физическое, но и душевное. Говорит, а как у вас с родственниками? Она говорит, вы знаете, у меня все родственники умерли. Я осталась одна и вообще из другого города. У меня здесь ни друзей, ни подруг, никого. Понятно. То есть, близкого человека нет. Близкого человека. А мужчина? Он говорит, нет, мужчина нет. Мы расстались. Я одна. То есть, в постели холодно. И вот я помню, что я вот шесть вот таких слоев нашел. То есть, мы всякий раз спускались все ниже. А потом я и говорю, что вы знаете, можно было на первом ответе ограничиться. Просто сказать, что купите обогреватель и одеяло, собственно, и вы получили это тепло, и все. А можно пойти дальше. Можно остановить, ну, попробовать найти друзей. Хотя это дико звучит, но можно попробовать, да. Можно завести собаку себе, там, или кошку. Мне кажется, собака в этом отношении лучше. Можно завести мужчину. Ну, поискать мужчину, который... Пусть, может быть, не будет, там, большой душевной теплоты. Но, по крайней мере, ты будешь не один. Может быть, немножко там нехорошо это звучит. Но вот даже на таком уровне, на уровне физического тепла в этой постели, когда ты прикасаешься к другому человеку и понимаешь, что ты не совсем одинок в этой жизни. Вот в каком месте я должен был поставить точку? Ведь меня никто не заставлял туда лезть, вглубь. Можно было чисто поверхностно сказать, что купите одеяло. Ну, нету. И это было бы правильно. И это вот, как это ни странно звучит, это было бы правильно. Этого было бы достаточно. Ну, на каком-то уровне. И вот вопрос, да. Насколько ты хорошо это все понимаешь? Насколько ты готов погружаться? Насколько твой клиент готов к тому, чтобы ты погружался внутрь его, до вот этого ядра? А оно же, это болезненно. Сергей, вы правы. И тот, и тот, и тот, и тот, и другой вариант возможен. Но здесь существует не односторонняя, а двусторонняя связь. Существует, существуете вы, как специалист, и существует клиент. И если клиент, с вашей точки зрения, можно остановиться на этом, и это было бы принято. Но, может быть, человек бы это почувствовал о том, что этого мало для этого человека. А вот когда вы начинаете эту тему развивать и беседовать, тогда вы уже как психолог, и человек чувствует ваше участие. И в этом случае тогда ему и приятно, и интересно, и он может кого-то привести. Я не хочу об этом говорить. И он говорит, я не хочу об этом говорить. Это его право. Я вам достаточно, да. Тогда, да. И это его право. А я-то разогнался. А я-то, а у меня-то слова на языке прыгают. Да. А вы же из страны тоже из страны советов? Вы хотите посоветовать, несмотря на вашу страну? Я не хочу советовать. Я хочу сказать то, что я вижу в картах. А человеку это не нужно. Ну, бывает такое. И это тоже нюанс, который надо учитывать. Это нюанс, да. То есть, тут надо чувствовать очень тонко границу этого всего, что действительно можно сказать. Да, чтобы не произошло вторжение в личное пространство. Да. Не хочешь? Вы правда? Все, не вопрос. Не вопрос. По большому счету, это не моя проблема. Это твоя проблема. Мы будем изучать ровно насколько ты готов ее изучать. Да. Исследовать, искать ответы. Да. Ну, что я могу сказать? Это действительно тема неоднозначна, поэтому философия, психология, это написано тома и тома, и можно говорить, и говорить. Потому что мы все люди, мы все имеем свои эмоции, и свои понимания этого, и информация входящая, не всегда она воспринимается. Входящая и исходящая информация, они абсолютно разнятся, что самое интересное. Входящая так, что ты человеку сказал, а он тебя не услышал. А потом год проходит, или какое-то время проходит, он приходит и говорит, вы знаете, вы помните мне? Сказали, не, не помню. Нет, вы мне сказали. А я вас туда не понял. А потом, бац, и через время до меня дошло, что вы мне сказали. Я вам пришел сказать спасибо. Замечательно. Замечательно. Ну, ты вспоминаешь, что тогда он тебе там обматюкал и сказал, что ты дурачок. Ну, не время. Не время. Не время. Вот трудового дня у нас еще, так скажем, разгар. У нас всего лишь там середина дня наступает. Ланч скоро приближается, да. А вам уже спать пора. Причем давно. Сергей, я вас благодарю, да. Вместе со своими партнерами. Вы один обо мне заботитесь. Вот, искреннее спасибо вам. Кроме справа вашей супружницы, как вы говорите, я... Да, она сама уже спит, не забудет, не говорит, что пришел спать. Нет, нет, нет. Надо... Мы должны беречь себя, потому что мы еще нужны. Мы еще нужны. Я вам хочу сказать, люди слушают, им это очень нравится, они ставят лайки, поэтому это хорошо. Ну, надеюсь о том, что это имеется не только моральное еще возмещение, а еще это будет... Как-то люди будут приходить этому обучаться и заниматься психологией, которую вы курс... Ну, вы знаете, давайте мы, может быть, немножко подробнее тогда в следующий раз еще остановимся на этом. О чем все-таки вот этот вот новый курс, который вот вы пытаетесь сейчас внедрить? Его еще не было, да? Это только начало. Нет, это новый курс совершенно. Мы несколько месяцев над ним работали, соединили я свои терологические штуки, Лаура свои психологические штуки. Замечательно. Ну, хорошо, я расскажу в следующий раз об этом курсе. Хорошо. Спасибо вам большое, всего вам доброго, успехов, здоровья и спокойной ночи. Спокойной ночи. До свидания. 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 Субтитры создавал DimaTorzok